Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня православные отмечают двунадесятый праздник. Возвижение честного, же творящего Креста Господня. Исследователи находят, что здесь все не сходится, ни даты, ни события. Но смысл заложен. Бог сотворил первого человека по образу и подобию, то есть бессмертный. Но завистью дьявола смерть вошла в мир. Зависть. И этим он пользуется по сегодняшний день. Вот рождается ребенок, поздравляют. А родился смертный. А двух смертных зачат и рождается и умирает. Водами все умирают. Это Божий закон. Нам его не понять. Но другого нет закона. Водами все умирают. Встречаешь знакомых. Умер. Я говорю, а почему он умер? Ну, болезнь какая-то была или в аварию попал. Такие удивленные глаза. Как почему? То есть со смертью все согласились. Был такой писатель Лев Толстой и думал, что неужели природа не сделает исключения хотя бы для одного, для него, чтобы он не умирал. Писание говорит, лет жизни человеческой 70 лет, а при большей крепости 80. И самая лучшая пора труд и болезнь. А что такое болезнь? А вот эти три часа, которые Господь провел на кресте, прибитые, пригвожденные нашими грехами, они на нашу жизнь распространяются от самого рождения. Еще маленькие, уже в больницу везут его. Что-то не ладится. Разные боляшки со всех сторон. Какой год сегодня идет? Ну, считается 2019-й. От Адама 7527-й. Это легко запомнить. 5508 лет от сотворения Адама до Рождества Христова. А когда согрешил Адам? Ни один человек не ответит. Но, если только он прожил день, а был ли день такой, как у нас сейчас, тоже не знаем. Это удивительно. Одному ему было неудобно не с кем поделиться радостью. Как он восхищался делами Божьими, когда мы видим творение красивое. Однако случилось так, что дьявол, других-то людей не было. А сейчас он через людей, через каких-то вождей, философов подходит и дает свое учение. В школах учат, Дарвина. Там никого не было. Только были звери, ползучие гады, птицы, рыбы. И избрал змея. Вошел в него. Змей был мудрее всех. И начинает разговаривать. А до этого было нет. Ни один звер не разговаривал. Удивления нет. Как Валам бьет ослицу. И разговаривает с ней. Забыл даже, что ослица разговаривать не может. У ней ни язык, ничто не может создать звуки. Человек во гневе, в зависти теряет рассудок. В Адаре все умирают. Самый долгожительный на земле был Махусаил. 969 лет. 969. Уменьшили в 10 раз. Это 96 лет. И 9 месяцев. До 96 лет. Это не каждый живет. Даже в 10 раз меньше живем. И то, говорит, ой, долгожитель. 100 лет. А 200, это ни одного на уровне на земле не нашли. И что дьявол дальше делает? Он не знает плана Божия. Дьявол не знает. Ангелы не знают. Когда считаем мы апостола Павла, он говорит, Христос показал себя ангелом. Показал в яслях вифлеемских. Они его не знали. Они день и ночь воспевали. Свят, свят, свят Господь Саваул. Свят, а они его не видели. Они его ощущали. А теперь воплотившийся Бога человек, Сын Божий, Единородный, Иисус Христос показал им. И Христос, как человек, был смертен. Водами все умирают. И он непрерывно, Господь, напоминал им. Я ухожу, меня распнут, убьют. Надо согласиться с этим. Что закон Божий такой, что когда согрешил человек, все сделалось смертным. Животные, рыбы, птицы, гады, насекомые, все стали смертными. То есть, стеленная претерпела великую катастрофу. А люди этого и не знают даже сегодня. Пытаются продлить жизнь. Сегодня геронтологи, ученые, продляющие жизнь на бумаге. Они говорят, в общем, тысяча лет для человека. Это и не предел. Настолько в нем всего заложено, обновление организма идет. Но внезапно он умирает. Делают опыты над разными животными. Идеальные условия создают им. Умирает. И нет на земле ни одного человека, которому Бог бы обещал бессмертие. В Адаме все умирают. А дальше предложение заканчивается. Во Христе все оживут. Вот этого дьявол не потерпел. Есть религии. Их тысячи. Только в христианстве больше, чем 21 тысяча разных сект, направлений. Динаминацией называют конфессией. Это слово ересь прикрыто. Но есть так называемые мировые религии. Православие, иудаизм, мусульманство, буддизм. На этом заканчивается. Что же другие мировые религии делают? А он не воскрес. Его ученики придя ночью своровали. Этот обманщик, на Христа говорили, когда был жив, говорил, что воскреснул. Это мировая религия. И по сегодняшний день он не так воспитывает. Поклоняющийся золотому тельцу. Он не воскрес. Его украли. И ученикам в школе у них так преподают. И с этим они умирают. То есть он был распят, мы его распяли. Не получилось. Христианство стало мировой религией. А их было-то 11 учеников. Далее возникает новая мировая религия. Которая даже сравнить нельзя, насколько сильно все поставлено. Два миллиарда людей сегодня этому верят. Они умирают за нее, за эту веру свою. А у них так. Он не умирал. То есть у них прямо, как у нас написано в Евангелии, в их священной книге написано. А он не умирал. То есть явный меняет тактику. А раз он не умирал, а зачем о воскресении говорить, когда он не умирал, то он придет в конце мира, прямо так и написано. И его называют Иисусом. И Марию признают, что она была. Мы, апостол Павел говорит, нам не безызвестны умыслы сатаны. Мы должны это знать. А что это разве от сатаны? Ну а от кого? Вы знаете, о смерти, о воскресении все напоминает в нашей жизни. Вечно обнажимся, считать и считаем молитвы вечерние. Вот мне гроб предлежит, вот мне смерть предстоит. Зачем эти слова? То есть сон. Стань спящий. Воскресни из мертвых. И осветить тебя, Христос. Мы ежедневно, ежесуточно напоминаем о смерти и воскресении. Утром от воскресения. Каждый год нам напоминает это пасхальный день, который отмечается вне воскресном. 52 раза в году. Пятница. Не умирал. Это их центральный день. Суббота. Он не воскресал. И радостный клич Христос воскрес. 52 раза в году. Суббота и воскресение. Милостью Божией для нас всюду и везде ставится крест. Вот посмотрите. Глаза мы обведите наш храм. Крест. 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 Куда ни посмотри. Что это? Напоминание о смерти. Явит сознание Сына Человеческого. И у вас трепещет земля. А как это будет? Охота узнать. И братья приступили к Ефему Серину. И он не мог говорить. Как говорится, спазмы в горле. Он плакал. Братья, не спрашивайте. Это страшно. Не спрашивайте. Ему Бог открыл. И он видит, как загорелось небо и земля. Как потряслась земля. Как открылись гробы. И как восстали и губители, и святые. А во Христе все живут. Этот день впереди. Есть Божий суд на перстнике разврата. Если бы люди об этом помнили. Был ли этот Макарий при сотворении этого чуда, поднимал крест? Не знаю. Мы говорим, возможно. Спорить можно, когда человек ничего не знает. Мы не знаем. А что это за праздник такой? Елена, мать Константина Великого, осветила храм. И к этому приурочили события поднятия креста. Которое, во-первых, было ли? А было да в другое время. А может быть, намного раньше. Она сделала археологические исследования. И нашли три креста, как говорят. И чтобы проверить, на проносимого мимо умершего возложили два креста. Никаких действий. А третий крест возложили. Воскрес. И тогда люди закрещали. Господи, помилуй. Падать в больнице было меньше. А больных всегда хватало. Любая больница о чем говорит? Борьба со смертью. Все в человеке говорит. Он смертен. А Христос? Евреям 2.14 написано. Как дети причастны плоти и крови. То его воспринял он ее, дабы смертью своею лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Дьявол это, как говорят, обезьяна. Она кривляется, эта фигура, что-то пытается делать, но дальше не знает, что. Он подходит, что Ева, сотворенный Богом, древо познания добра и зла. Сказано было о смерти. В день, в который пустишь, смерть и умрешь. Значит, смерть за этим. Значит, беру Еву и древо познания добра и зла. Иоанн Златоуст говорит, Христос вырвал этот трезубец и ударил в голову. Дьявол жарит змей в пяту. Там, где мы соприкасаемся, в первую очередь с землей. Когда идешь, сначала в пяту ставишь, а потом перекатываешься. Тут все на месте стоит. И что? А вот теперь мы и видим. Дева Мария, преснодева. Древо креста животворящего на Голгофе и смерть Сына Божия. Вот этого он никак не ожидал. Он до самого конца не знал. Если ты Сын Божий, сделай хлебы из камней. Если ты Сын Божий, сойди с креста. То есть, это тайна. Она называется откровением. Откровение не книга Иоанна Богослова, а открытие тайны. И нам, верующим, кто верит в это, эта тайна открыта. Будет день общего суда, и все воскреснут. Все. До единого, от Адама и до последнего человека на земле. И вот это событие, вот эта пятница, она вошла в различные народы и в мировую практику. Что за ним есть воскресенье. Вот Красный Крест. Международный Красный Крест. Международный, это означает везде. В южных странах, в Израиле. А теперь стали бунтовать. Крест убрать. Хватились. Люди знают, что он есть. И на небе иногда показывается крест. Неоднократно видели, когда мороз, гала крестом называется. Мы видим, что луна убывает. То есть, я хочу показать, где мы видим умирание и воскресенье. Напоминание об этом. Сегодня напоминает нам, мы Кресту Твоему поклоняемся. Не воскресенью. А воскресенье, а его никак не изобразишь. Как гроб пустой нарисовать. Крест понятно. Вот он перед нами. А воскресенье, а воскресенье Твое славим. Если мы это узнали, и нам Бог открыл, говорите детям. У тебя день рождения. И стоит черточка. Это продление жизни. Эта черточка замкнется цифрой, может сегодня, через час. А может быть, еще не будут прозряться. На кладбище везде за черточкой вторая цифра стоит. Сколько сожалений о знатных людях. Какие только не были вожди. Все восстанут на суд Божий. И об этом надо помнить. Помни последнее Твое, и вовек не согрешишь. Ты видишь Крест Христов и скажи. Господи, приготовь меня к смерти. Добрый ангел-хранитель, Ты столько лет защищал меня от видимых, невидимых опасностей. Прошу Тебя, не покинь меня в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И прошу Тебя, мой добрый ангел-хранитель, проведи душу мою по мытарствам, страшным и непонятным. И вини душу мою, царство небесное, навеки, навсегда, со Христом. Богу нашему славу в веки веков. Аминь.